Полина Сухова. Правила икры мироздания. Избранные главы. Глава первая. Зачем мы здесь, на Земле? Если добро и зло. Зло можно описать как просто отсутствие Творца в душе человека. Это результат отсутствия в сердце человека любви Творца. Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла. Или вроде темноты, которая наступает, когда нет света. Творец не создавал зла в привычном понимании этого слова для людей. Но все, что он сотворил в космосе, в том числе на Земле, любое его проявление, даже самое жестокое, абсолютно все имеет высшее значение. И во всем есть глубинный и высший замысел. Кто научится расшифровывать этот замысел, тот обретет вечную гармонию в душе и с окружающим миром. Зла не существует. Негативную расшифровку этого понятия по незнанию законов мироздания вложили люди. Пришло время для того, чтобы узнать каждому человеку на Земле, для чего происходят неисправедливости земного мира. Зачем нужны негодяи в нашем мире? Этот секрет вы для себя раскройте чуть ниже. А вот на такой вопрос, как «За что?» все напасти, можно разом ответить за все ситуации, исходя из знаний высших законов. Во всем есть глубинный и высший замысел. Но в каждом случае с отдельным человеком ответ будет индивидуальный. Наберитесь немного терпения. В процессе прочтения книги будут даны четкие ответы на все мучающие вопросы, в том числе, возможно, будет ответ лично вам. Зачем вы пришли на Землю? Есть несколько наиболее важных вопросов, на которые следует ответить каждому человеку, живущему на Земле. Познать себя, познать, зачем вы пришли сюда и что вам нужно сделать в этой жизни. Понять все это – ваша задача. Если вы найдете ответы на эти вопросы, вы выполните большую часть долга перед самим собой, вернее, своей душой. После этого вашей задачей будет жить в соответствии с законами мироздания, совершенствуя себя как Личность, и совершенствовать нашу планету через свою специализацию. Задача каждой души состоит в том, чтобы совершить этот процесс, понять, зачем вы сюда пришли, и начать действовать. За то время, пока она находится в человеческом теле. Творец создал нас, чтобы мы двигались дальше от точки создания, обучались, росли и сами развелись в подобии ему, а затем вернулись к источнику своего возникновения более совершенными существами. Одной из частей задачи является выход мышления за границы материального мира, за которым исследует переход на новый уровень сознания личности в физическом теле. Выход сознания на пятый уровень измерения. А в случае неудачи – реинкарнация, начиная все сначала – рождение, детство, школа, взросление, и тот же проход по граблям, но в новых условиях следующей жизни. Закон высшей справедливости управляет тем, что называется карма. Но он гораздо шире и жестче, чем представляется людям. Многие сейчас утверждают, что кармы нет, или нам навязали чужую карму. Чтобы сразу обозначить позицию данной концепции, в данное понятие карма вложен следующий смысл. Карма – это причинно-следственные связи. Это закономерные последствия после действия индивида. Если человек смотрит в телефон, идя по дороге, то рано или поздно он врежется во что-то. Карма бывает как положительная, так и негативная. Негативная карма – это поход человека в третий раз в первый класс. Это серийность однотипных ситуаций. Урок будет повторяться до тех пор, пока человек не поймет, что от него хочет Вселенная. Свободен ли человек на Земле? Большая ошибка в большей части человечества. Вместо того, чтобы обратиться внутрь себя и начать решать самую главную задачу на эту жизнь, познать себя и свое место в жизни, человек ищет спасение вне себя самого. Человек сосредоточен на борьбе с внешним миром. Есть всего одна схватка сейчас на этой планете. И она идет только на личном уровне, внутри вас. Вот хорошие притчи, в которые старик открыл своему внуку одну жизненную истину. В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло, эгоизм, зависть, алчность, ревность, сожаление, обиду, амбиции, ложь, агрессию. Другой волк представляет добро, мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил. А какой волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил. Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. Нет врага, которого можно атаковать, кроме себя. Если вы будете заняты атакой кого-то другого, вы воюете против себя. Тем самым вы растратите драгоценную энергию и силы, которые вам даны для созидания. И в любом случае проиграете. И если вы выполните свою задачу перед собой, познайте себя и законы мироздания, и начнете их соблюдать, то больше не будет никаких битв, ни в душе, ни в реальности. Потому что нет зла, нет добра. Во Вселенной все находится в равновесии и в балансе. Если и есть кажущийся хаос на Земле, то во всем этом есть глубинный смысл и высший замысел. Пришло время открыть для себя этот великий замысел Творца и стать свободным в данных жестких условиях земного воплощения. Кто-то эти условия может сравнить с тюремными, потому как человек считает, что от него ничего не зависит, и, как ему кажется, он не может изменить этот несправедливый мир, полный насилия и зла. Для тех, кто так думает, помните, заключенные в условиях внешней несвободы все еще могут решать, что делать им в воображаемой тюрьме с инструментами, которые им даны с самого рождения для прохождения этой суровой школы жизни на планете Земля. Эти инструменты помощи свыше находятся везде, особенно в наше время. Истина хочет, чтобы о ней знали. Истину сегодня нельзя скрыть. Она хочет, чтобы вы о ней знали. Приглашает вас каждый момент вашей жизни. Она стучится в ваши двери через книги, интернет, людей, собственные мысли и догадки, в том числе эту книгу. Вся нужная информация дана человечеству в полном объеме для выхода из своей внутренней воображаемой тюрьмы. Кроме этого, каждый человек приходит в этот мир с уникальным набором качеств и способностей, предопределенных еще до его рождения, с необходимым числом инструментов, которые нужны для выполнения своей земной миссии. Помните, тюрьма не вовне, она в голове. Вашей сформировавшейся субъективной реальности. Но и в тюрьме можно быть внутренне свободным и даже счастливым, создавая себе позитивную реальность. У человечества гораздо больше власти, чем оно думает. Вернее, ему навязали так думать. А тюремщики очень стараются, чтобы человечество не проснулось от навязанных иллюзий. Они очень боятся того дня, когда люди поймут, что, оказывается, они находятся в воображаемом или иллюзорном заключении. От намерения каждого из нас и твердой позиции стать внутренне свободным зависит сегодня многое. Если вы думаете, что от вас ничего не зависит, то с вами сделали именно то, что и планировали сделать определенные силы. Чем больше люди разделены и обособлены, тем легче ими управлять. Определенные внешние силы делают все для того, чтобы внедрить в сознание и подсознание человека, что есть внешний враг и мир враждебен. Эти силы сеют повсюду раздор между людьми и насаждают ненависть друг к другу. Они подводят сознание людей к тому, что придет некто, кто спасет всех и настанет рай на земле, тем самым подводя к идее мирового господства в лице одного лидера. Для чего? Всего инноверисия ведутся как на земле, так и на невидимых планах для отъема ресурсов. В первую очередь энергетических. И в большей степени это не нефть, газ и прочее, а человеческой выделяемой энергии. Если в животном мире, как и в прошлых веках, отбор ресурсов происходит напрямую, через агрессию, то на разумной стадии развития индивида и социума эта борьба за ресурсы и энергию происходит более завуалированно через хитроумное запутывание сознания человека. И в этой борьбе все средства хороши. Главный секрет, который скрывает от нас везде определенные силы, это то, что именно мы на этой планете главнее тех, кто сейчас в руле. Человек легко может переломить сложную ситуацию на Земле, если он проснулся, освободился от страхов и стал внутренне свободным.